Приветствую вас дорогие друзья, с вами Алексей Ланжек Розелай, сегодня на позитиве и на креативе будем проходить такую старенькую и хорошую игру как Горький 18. На самом деле это Горький 17 только лишь с гоблинским переводом и назван Горький 18. Я думаю вам будет тоже приятно вместе со мной пройти ее, вспомнить и как говорится тряхнуть стариной, тряхнуть олдскулом. Ну что ж ребят, давайте не откладывать в долгий ящик, начнем новую игру и посмотрим что же нас ждет. Горький 18. Горький 18. Горький 18. Продолжение следует... 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 Лаборатория. Нам необходимо ее отыскать и взять под охрану до прибытия регулярных. Вопросы есть? Никак нет, товарищ полковник. Прапорщик, тебе все понятно? А то. Кстати, рядовой, увидишь, где пустой мешок, докладывать мне немедленно. Так и последнее. Хлебалом не щелкать, а смотреть в оба. Было бы неплохо вернуться живыми и здоровыми. Причем всем троим. Блин, командир, третьим надо было брать с собой толкового прапора. Или хотя бы старослужащего, а не этого салагу. Хорошо, хоть я с вами. Пошел. Все, хватит трепаться, трогаем. Ну что ж, ребят, начинаем. Так, тут у нас инвентарь, это передать. А по оружию у нас какие дела обстоят? Есть пистолет-винтовка, немножко аптечек, спички и штык-нож. Ну, насколько я помню, такой арсенал у нас у каждого бойца в начале. Ну что ж, давайте для начала сохранимся. Вообще, в принципе, здесь лучше почаще сохраняться, потому что, насколько я помню, здесь иногда бывают бои, которые лучше избегать. Или, скажем так, лучше сделать чуть позже. Ну, то есть, есть такой момент. Опа, и первый бой. Нифига себе, это еще что за урод? Я предупреждал, будьте готовы ко всему. Отставить разговоры. Огонь! Так, давайте с винтовки его палить сразу же. ХП-шку лучше экономить свою. Патроны тоже стараться экономить. Поэтому на рожо мы лезть не будем, потому что здесь в игре дефицит. Как и патронов, так и ХП-шек. Так, значит, можно под углом еще. Давайте, я не знаю, сюда, допустим, встанем. Шмальнем и отойдем. Хорош. Отходим. И по прямой. Давай, доставай винтовочку. Чпок. Все, отходим. Так, это у нас получаются навыки персонажа. Окей, пропускаем ход. Но мы его убьем вообще без потерь. У него осталось 6 ХП, как я уже говорил. Будем патроны экономить, поэтому идем в штык-нож. Возьмем и в штыковую атаку. О, 7 урона, у него было 6 ХП. Победа. То есть, не надо тратить патроны, скажем так, если надо добить монстра. Максимально надо экономить. Сразу же запомнится. Так, и продвигаемся дальше. Опа. Все ко мне. Ну вот, половина задачи номер один, похоже, выполнена. Перед нами разведгруппа НАТО. Точнее то, что от нее осталось. Вот этого я, похоже, узнаю. Перед выходом мне его представляли, как крупного специалиста в области компьютерной техники. Что такой специалист должен делать в разрушенном городе, я не понял. А я знаю вот этого. Он тоже из НАТО. Когда американцы приезжали к нам в часть раздавать гуманитарную помощь, я его сразу запомнил. Человек явно из западного спецподразделения. Образованный, очень сильный и совершенно спокойный. Не то, что наши. Ага, я тоже, гляжу, спокойный. Похоже, успокоился навсегда. Ха-ха-ха, точно. Как вам не стыдно, товарищ прапорщик? Они ведь нам помогают. Остынь, сынок. Они тебе еще так напомогают, что всю жизнь аукаться будут. Разговорчики. Кротов, заканчивай политинформацию и обыщи трупы. Не нравятся они мне. Блин, ну и ванища. А скажите, что такое? Зеленая, как у ящериц. Это не трупные пятна. Командир, я разных покойников видел. И даже сам их много раз делал. Но таких страхолюдных не встречал ни разу. Глянь, какие огромные раны. Больше всего похожи на укусы. Кто мог так укусить, как думаешь? Надеюсь, не злые ваххабиты. Судя по цвету кожи, смахивает на отравление ядом. Хм. Они оба были десантниками. Отлично подготовленными солдатами. Если их смогли положить, нам следует быть осторожнее. Слушай мою команду. В группе их было четверо. Так что еще двоих здесь нет. В том числе женщины. Есть надежда, что хотя бы двое еще живы. Приступаем к поиску. Командир, мне это начинает сильно не нравиться. Надо валить отсюда. Валить будешь в другом месте. А пока давай шевелиться. Смотрите, в оба эта парочка может прятаться где угодно. И наверняка надеются, что их спасут. Ну правильно. Сперва лезут куда не надо. А потом мы их спасаем. Как будто нам больше заняться нечем. Хм. Так. А тут он рядом с трупами доска лежит. Давайте ее забираем. Очередной бой. Товарищ полковник. Да что же это такое? В военкомате нам говорили, что мы будем просто служить. Это и есть служба, сынок. Зеленкин, не плачь. Вали левого. А я пока вот с этим разберусь. Ну что ж, попробуем. Так. Надо под углом так встать. Вот сюда. Шмаляем и отходим от него подальше. Во. Так. А здесь достанешь? Нет. А, стоп. У нас штык-нож выбран. Надо вот сюда наверно встать. Во. Урон вообще какой-то печальный издалека. Теперь ты сюда. Опа. Пятерик. Ну что, ход монстров. Давайте попробуем. Но они до меня не дойдут в любом случае. А вот со следующего хода дойдут. Я думаю, в принципе, не так много и осталось. Может попытаться его завалить. Давайте попробуем. 11 хп. О. Красавчики. Минус один. Но этот до нас по-любому дойдет. Кого-нибудь догрызнет. Отходим. Сейчас он этого укусит, который ближе к нему. Опачки. 11. Ну не так и много. Еще и контратака прокнула. Блин. В принципе, можно было не стрелять. Потому что на этом ходу мы могли его чисто ножами заковырять. Ну ладно. Подумаешь, патрончик потратили лишний. Ничего страшного. Я думаю, нет. Победа. Забираем доску. Давайте, ребят, сохранимся. Как я уже говорил, будем почаще сохраняться. Поэтому уж вы извините. Так оно будет сейвовей. Все пропало, шеф. Они повсюду. Забираем сундучок. Открываем. Топор. Ох, огнемет. Отличная вещь. Огнемет, значит, передаем. Ты у нас будешь отвечать за огнемет. А что там еще? Топор. Хм. Ну топор давайте тебе передадим. Так. Это я заюзать пока, наверное, не могу. О, пулеметчики. Так, ребят, давайте сделаем, знаете как? Подойдем поближе. Потому что будет тяжело, если они там будут перегруппировываться. Давайте просто подойдем поближе. Главное, чтобы они не атакнули меня. А за следующего хода будем действовать. Так, допустим, сюда. В принципе, не должны до меня дойти. Насколько я помню, они с пулемета лопят по дистанции. Нескольких. То есть вот так вот по линии бьют. Так, ну что? Надо огнеметиком их окатить. Так, ты иди сюда. Шмаляем вот так вот. Отлично. А ты иди сюда с огнемета дыши. Опа. Шестнадцать. Гори, тварь. Так, а вот опасно, кстати. Он может отойти. И вот сразу двоих закоцать. Блин, что-то я не подумал. Так встал. Удача. Здорово. Восемнадцать урона. У него одиннадцать хп. Если прокнет пятнадцать урона от огня, то в принципе он умрет. Давай пятнадцать, пятнадцать, пятнадцать. О, здорово. Пятнадцать прокнуло. Просто он может прокнуть десять или пять урона. Но прокнул нам пятнадцать, и мы справились. Ну что-то я сглупил, так встал, конечно. Ух, нихрена себе еще один. Вот это поворот. Так, ну я даже не знаю. Давай ты будешь этого валить. Хорош. Отходим. А вы двое, значит, этого. Четырнадцать. Так, куда бы отойти так, чтобы он не достал? Да он везде меня здесь достанет. У него же радиус тоже немаленький. Четырнадцать. Отходим. Главное не стоять в линию. Ну сейчас они ходят. Решил не с пулемета. Контраатака, здорово. Но фишка в том, что с ножа он намного меньше урона наносит. А этот промазал вообще. Тю. Ха-ха, этот даже не стрелял. Прикольно. Мочим его. У него двадцать семь хп осталось. Так, а у этого сколько? Тридцать два. Ну если бы контратака бы нормально сыграла, то было бы здорово. А то он промазал, блин. Четырнадцать. Так, так, так. Ну давайте попробуем сюда встать. Запрем его, чтобы он не ходил туда-сюда. Блин, осталось-то вообще очень-очень мало. Неприятно. Считайте, у него всего два хп, он нам урон нанесет. Вот автомат. А могли бы этого избежать, если бы урон бы прокнул повыше. Но, что поделаешь. И тут автомат. Сейчас вот того мы... Ох, еще появились твари. Вот этого мы со штык-ножа завалим. А, так. Значит, делаем следующим образом. Берем штык-нож, там огнемет просто мне здесь нужен. О, ловолапается. Мне вот здесь вот нужен огнемет. Так, принять. И сюда его перегруппируем. А ты, значит, иди сюда. Вот, допустим, сюда. Стреляем с винтовки. Урон, конечно, вообще очень маленький. Тут особо-то и не отойдешь. Фишка в том, что... Так, под углом. Получается, надо встать сюда, допустим. Давай-давай, большой урон. Капец, один хп остался. Ну, ешки-мадрюшки, а. Не очень приятно. Сейчас еще этот с автомата, наверное, постреляет. А, нет, не стал. Видать, этот ему дорогу перегородил. Ну, этого-то мы со штык-ножа завалим. Хотя, с моей стороны, было глупо. Надо было огнеметом вот этого юзать. Ну, ладно. В любом случае, мы за один ход бы его не завалили. Хотя. Здорово, справились. Урон большой прокнул, нам просто повезло. Фу, да. Есть, конечно, тут и тактика, и стратегия, и долька рандома. Так, давайте сразу запишемся. Фу, по хардкору. Так, устройство идентификации отпечатки пальцев. Но у нас пока нет ничего, что мы могли бы сюда запихать. Так, давайте откроем дверку. Может, тут вкусняшки какие-то будут? Перчатки. Печально, что сундука нет. Лучше бы сундук сюда положили. Но перчатки еще пригодятся. Весело. Мы в ловушке. Смотрите, они нас окружили. Не паникуй, Зеленкин. Лучше посмотри за тем, что сзади. Сейчас я буду мочить горелоидов. Приготовьтесь. Вам бы только мочить, товарищ прапорчик. Из-за вас мы все погибнем. Не боись, солдаты, слушай старших. Кротов вышел на тропу войны. А грелоидам сегодня масть не пришла. Ха-ха, точно. Так, ну что, ребятушки. Давайте, знаете, как сделаем. Огнемет оставим на этого, потому что там перезарядка 3 хода. А этого просто с винтовки расстреляем. У нас есть еще взрывные бочки. Надеюсь, они к ним подойдут. С них будет неплохой урон. Ну что ж, попробуем. Сейчас сперва делаем все выстрелы в него. Только не промажь. 12, отлично. Отходим. Так, этот у нас отвечает за огнемет. Как бы тут встать-то? Наверное, сюда лучше. Ой-ой, у нас же штык-нож. Берем винтовку и стреляем. Он, в принципе, ходит недалеко. Я думаю, что все-таки до меня не доберется. Еще выстрел. И у нас повышается уровень персонажа. Ну, давайте все прокачивать по единичке. Принять. Так, ну все вроде походили. Пропускаем ход. Этот не дошел. Этот подходит к бочке. Сейчас мы этого с огонька подпалим. С огнемета. Блин, тут немножко не хватило. Больше кого не заденем, то он должен в упор стоять. Ну что ж. Так, значит, ты. Палим его с огнемета. Держи подачу. О, горит, тварь. Этим, значит, стреляем с винтовочки. И отходим. Не надо стоять на одной линии. А этого просто гасим в штыковую. Хотя, блин, 8 хп. Можем и не справиться. У него же топор есть. Давайте с топора. У топора повыше урон. Давай восьмерочку только мне. 11 урон. Отлично. Тоже так же прокачаем все по одному. Чик-чик-чик принять. И спокойно пропускаем ход. Давайте, подходите к тваре, к бочкам. Эй, ну ты что бочку обходишь? Уродыш. Все-таки правильно сделал, что отошел. Именно с автомата он стреляет. Так, он... А, он рядом с бочкой. Ха-ха. Ну что, попался, который кусался? Короче, делаем все просто. Подходим в упор. Где там пистолетик? Ты только не промашь. Отлично. 40 урона. Давай, до свидания. Сейчас этого завалим. А, кстати, ребятушки, сейчас мы его просто в штыковую, потому что он догорит потом на следующем ходе. Просто штыками его потыкаем и все. Держи подачу. И вот эти 2 хп, он догорит просто на ходе. Сейчас, смотрите. 10 урона. Давай, до свидания. Надо, чтобы этот к бочке подошел поближе. Давай, давай, давай. Подходи к бочке. Они медленно так ползут. Это приятно. Что, он у бочки? Да, он у бочки стоит. Отлично. Значит, делаем следующим образом Берем пистолет Он по прямой только может атаковать По прямой, значит Придется подходить, скорее всего Давайте попробуем Хороший 40 урона Но фишка в том, что мы слишком близко к нему стоим Он может реально нас настигнуть На следующем ходе Получай, тварь И отходим спокойно Этому, в принципе, не так много осталось Надо вот, главное, грамотно встать Так, чтобы он нас потом не задел Берем винтовку Так, не получится, ребят Это получается, я сюда стрельну А это мне надо на ход Ну, здесь перегораживает все Давайте попробуем Главное, чтобы не дошел Отлично Ну и пропускаем ход Сейчас он до этого по-любому дойдет Вот, который справа стоит О, да-да-да-да Он до него доходит Ну, извини, чувак Такова твоя участь Та, 12 всего лишь урона А че у тебя за оружие-то? Пистолет Сейчас мы его с огнеметом Уработаем Достаем спокойненько огнемет И шмальнем его Держи, тварь Хорош Уровень персонажа повышен Ну, так же прокачиваем все по одному Принять У него 9 хп В принципе, он может догореть А может и не догореть Если прокнет, допустим, 5 урона Это будет неприятно Поэтому делаем спокойно все Берем штык-нож Хотя нет, стоп Давайте стрельнем этого с пистолета Этот умер А вот этим штык-нож Вот мне интересно А, стоп, у него же топор есть Я все забываю Бей его с топора Нельзя так? А под углом с ножа нельзя под углом? Да что ж такое-то? Блин, ребят А пистолет стреляет под углом? И пистолет не стреляет Все Получается у нас только выход Либо с винтовки стрелять Либо молиться, чтобы прокнуло 10 или 15 урона Короче Я не хочу тратить патрон Давай, догорай О, прокнуло 15 урона Он догорел Ну, буду теперь знать Короче, по прямой штык-нож По прямой Автомат, говорю По прямой топор И по прямой пистолет Хорошо Давайте похиляемся уже, наконец Только хилки будем юзать Самые слабые Объясняю, почему Потому что во время боя Тоже иногда, может быть Придется хиляться И там лучше Ход потратить, скажем так И похиляться Наиболее максимально эффективно О, как я загнул Ха-ха Так Этому тридцатку Давайте дадим Держи хилку Тридцатку В принципе, ему еще Тридцатку можно скормить И этому Если мы дадим тридцатку Будет 120 Нормально Давайте тоже хилочку На тридцатку дадим И спокойно сохранимся Ух, напряжный бой был Но то ли еще будет Это еще так Цветочки Ягодки еще у нас Будут впереди Опа Это что такое Кислородный баллон Давайте возьмем И тут ящик есть Отлично Надеюсь, сейчас На нас никто не нападет Монтировка Патрона для пистолета И пища Не, ну вещь хорошая Конечно, но Монтировка Зачем мне? У меня топор есть Так, а здесь я пройду Вообще нет Есть тупик А сюда? Туннель А, это внизу Понятно Так, еще раз Давайте сохранимся Допустим, троечка И продвигаемся дальше Ой, это кто? Не стреляйте Не стреляйте Иван Сусанин Я не монстр Я человек Стой, где стоишь Кто такой И что тут делаешь? Меня зовут Иван Сусанин Я отставник Пенсионер Вооруженных сил Я давно Живу в этом городе И решил остаться Даже тогда Когда все ушли Вы, наверное Американцы Ага, и говорят По-русски Без акцента Иди проспись Военный пенсионер Ты что, формы никогда не видел? Мы такие же американцы Как ты, папуас Мы не американцы Мы из Гру Как ты ухитрился тут выжить? Извините Я в темноте Не разглядел Ваши знаки различия Здесь очень Очень опасно Как я рад Что вы пришли Здесь творится такое Все мои друзья и соседи Все, кто жил в этом городе Все они до единого Превратились в монстров Как ужасно Ты руки того Опусти уже Ты что, хочешь сказать Что все эти твари Раньше были людьми? Эти твари? Кое-кого из них Я знал лет по пять А некоторых и по десять А теперь все они Монстры Они гонялись за мной Повсюду И хотели сожрать Но я спрятался В этой квартире И заперся на все заборы Но они и там Меня нашли Два монстра Выломали окно И пролезли в квартиру Я уже был решен Что это конец Но внезапно На улице Раздался крик И чудовище Бросились обратно Я сразу Подбежал к окну И увидел на дороге Двух военнослужащих Отчаянно дравшихся Сука Ты не трясись Ты бать Успокойся Че там было-то Вы только не подумайте Что я Что я Что я рехнулся Но Те два монстра Которые лезли ко мне Уже были убиты А бойцы У меня было такое чувство Что на них нападал Монстр-невидимка Хрена себе Их Атаковало Что-то непонятное Невидимое Как будто сотканное Из воздуха Они отбивались Изо всех сил Но потом по очереди Закричали так Как будто их рвали На куски И попадали на землю Через секунду У них начались Страшные конвульсии А кожа на лицах Стала отвратительнее Зеленого цвета Не прошло и минуты Как оба затихли Так значит Они были в форме А сколько всего их было И откуда они пришли Да Это были военные В форме Но сейчас Все так Поменялось Что я так и не понял Откуда они Кричали они По-английски Это точно Было их всего двое Выбрались они Скорее всего Из канализации Я и сам там прячусь Потому что ходить по улицам Смертельно опасным Вход коллектора Совсем рядом Я неплохо знаю город И могу вас туда отвезти Как хорошо Чтобы вы оружены Надеюсь Вы сможете меняться Говоришь Город знаешь Фамилия у тебя Уж больно подозрительная Ладно Держись поближе к нам Глядишь Останешься жив На большее не рассчитывай Нянчиться с тобой Никто не будет Точно Но самое главное Помалкивай И не путайся Под ногами Кстати А женщины С теми ребятами Не было? Нет Их было двое Только двое Оба мужчины Ясно Ну что орлы Двигаем дальше Постойте Вас интересует То что было У тех мужчин Так мы их видели уже Что интересует Откуда ты знаешь Что у них было? Я нашел у них Вот это Мародерствуем потихоньку Да? Трупы шмонаем Нет, нет, нет Что вы Что вы О чем вы говорите? Я искал пищу Мне ведь надо было Что-то есть Так? Да и оружие Совсем не помешало бы Правда Ни того и ни другого У них не оказалось Но зато я нашел На теле Одного из них Записку Фак Взгляните Ну и почерк Блин Ничего не понимаю Что за записка Кротов Ну-ка глянь А ну Что это тут Накорябано Барсуков Барсуков знает все На людей ему просто наплевать А мне нет Если бы мне только удалось Воспользоваться матричными дисками Тогда весь этот кошмар Можно было бы прекратить немедленно Но если Барсуков отыщет диски То немедленно их уничтожит Ради того, чтобы сохранить свою тайну Он готов на все Именно поэтому я как следует Спрятал все четыре диска В надежных местах Один находится в порту Другой возле монумента И еще два в центре города Сегодня вечером Я хочу попытаться Собрать их все вместе И пробраться в лабораторию Но Барсуков назначил мне встречу в полдень У меня такое предчувствие Что назад я уже не вернусь Подписи нет Бред какой Что за диски такие Кстати На случай Если мы их найдем Сколько они могут стоить Давай без догадок И комментариев Записка найдена на трупе На розыгрыш не похоже Так Слушай мою команду Есть мнение Что диски надо найти Приступаем к поиску Двое из первой группы Еще вполне могут быть живы Весело Все пропало Сейчас они нас сожрут Пенсионер Кончай орать И без тебя тошно Ха-ха Точно Сокойно Осторожнее с бочками Похоже в них бензин Кротов За машиной еще один стоит Держи Его Ну что ребят На этой интригующей ноте Завершим эпизод Продолжим прохождение игры Уже в следующих эпизодах С вами был Алексей Он же Crazy Life Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Ссылочка с прохождением игры В описании под видео Вступайте в группу ВКонтакте В Твиттер Комментируйте Общайтесь Всего вам хорошего Позитива Удачи И пока-пока